МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинается новый день, а женщины и дети идут на работу попрошайничать. Это женщины народа люли, так называют центрально-азиатских цыган, чья жизнь до сих пор окутана мифами и загадками. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Селение люли, или как еще называют люли-махали, всего в пяти километрах от Оша, южной столицы Кыргызстана. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привязанность народа люли к постоянному месту жительства – это редкость, но здесь они осели так давно, что некоторые даже не помнят о собственном происхождении. Одни считают люли ответвлением таджиков, другие ищут корни в далекой Индии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас тут много детей, много людей. Похоже на Индию? Да, все. Мало кто знает, когда и откуда они пришли, но, говоря откровенно, мало кто их любит. Ведь на жизнь люли зарабатывают попрошайничеством. Причем они учат этому своих детей с раннего детства. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто-то попрошайничает, а кто-то собирает металл. Сегодня я собрала аж на 200 сомов. Почти 3 доллара. Гульчихра даже по местным меркам – многодетная женщина. У меня 20 внуков, 6 правнуков и 8 детей. Мне 65 лет. У нас есть обычай. До трех лет детям не состригаем волосы на макушке. Называется коколя. Как только ребенку исполняется 3 года, макушку состригаем. Затем приносим жертву барана. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Центрально-азиатские люли исповедуют ислам. Ну и не забывают о своих давних традициях. Например, работа для мужчин – дело недостойное. Заботы о пропитании семьи лежат на плечах женщины. Здесь я живу. Старшие дети все женились, живут рядом. Джилдес переехала в селение Люли 20 лет назад. Здесь воспитывает дочь от второго брака. Это мой старший сын Эсен, а рядом живет его сводный брат Абдурахим. В основном здесь работают женщины, металл собирают. Мы видели, чтобы кыргызы или узбеки носили железо. Поначалу мне тоже было непривычно на это смотреть, а сейчас привыкла. Вы тоже собираете металл? Нет, никогда не собирала. Я выхожу просить милостыню к мечети. На эти деньги кормимся, покупаем продукты. Здравствуй, Эсен. Что нового в поселке? Нет, ничего, все по-старому. Это твоя супруга? Нет, это моя младшая сестра. Старший сын Эсен, разнорабочий, пару недель назад женился. По здешним нормам, очень поздно, в 24, копил на свадьбу. Давал калым, это выкуп, почти 40 тысяч сомов, это 600 долларов. Расходы на свадьбу несет семья жениха. Празднует, как полагается, на Востоке, пышно. Здравствуйте, как вы? Приятного аппетита. Спасибо, все хорошо. Садитесь чай пить. Нет, спасибо. А вы из работы вернулись? Да, вот кормлю детей. Они недавно вернулись с поля. Положение женщин в доме подневольное, хотя они являются главными кормилицами. Существует даже легенда, что невесту заставляют давать клятву содержать мужа сбором подаяний. Профессиональное нищенство по обычаям приходит после рождения первого ребенка. Тогда на голову женщины надевают платок. Главное место работы – базары и перекрестки. Людей с протянутой рукой стараются не замечать, но голод не тетка, и они упорно несут вахту. Все, что удается собрать, хватает на скромный ужин. Бахадыр – один из немногих местных, кого можно увидеть в костюме. Статус не позволяет выглядеть иначе. Он глава поселения и возглавляет созданный им фонд Люли. Люди не любят Люли из-за образа жизни и из-за криминала. Но благо, сейчас нет никаких правонарушений. Раньше многие пили водку, а сейчас уже нет. Люли – это выходцы из Индии и Пакистана. Они стали заселяться в этот район где-то с 50-х годов. Сейчас здесь почти 800 домов и порядка 5 тысяч людей. Поселение Люли-Воши возникло спонтанно. Во время советской власти им запрещали кочевать, объединяли в колхозы и заставляли работать. Раньше мы работали на полях, сели пшено, хлопок, картошку. Сейчас колхозов нет и работы тоже нет. Нельзя сказать, что работы у Люли совсем нет. Каждый день они заняты сбором металла. Железо у этого народа на вес золота. А откуда металл они нам ходят? А на город собирают? В городе собирают все. А это все из города, да? Да. Сколько стоит килограмм? Девять, десять, такие разные. За килограмм? Сбором металла заняты женщины и дети. Все собранное добро сдают посредникам, которые переправляют железо в Китай. Везут из сел все. Кастрюли, двигатели, велосипеды. Каждая женщина привозит с одного рейса по 10-20 килограммов. И так каждый день. Иногда они нанимают целые грузовые машины для того, чтобы вывозить металл из сел. Жил лучший народ. Здравствуйте, вы тут живете? Люли крайне замкнутая община. Чужакам трудно попасть в их круг, а значит понять правила жизни загадочного народа. Между собой они говорят на особом наречии. У Люли свой язык. Фарси, похож на таджикский, но и слова или фразы, которых нет в таджикском. Я приехал сюда, когда мне было шесть лет, а через пару месяцев заговорил на их языке. Среди популярных развлечений – петушиные бои, которые устраиваются раз в неделю на рынке. У Люли существует еще ряд традиций и обрядов, свойственных только им. В школе Люли этому не учат. Это единственная школа в Люли-Махаля. Построили ее относительно недавно. Из полутора тысяч детей школьного возраста хоть какое-то образование может получить лишь четверть. Местная школа всех не вмещает, да и родителей не отпускает. Есть дети, которые ни разу не переступили ее порог. Сейчас мне нужно платить остаток контракта за учебу, еще нужно платить за диплом. Поэтому хожу попрошайничаю, чтобы хоть что-то заработать. Мадина – одна из немногих в селении, у кого есть образование. Заканчивает педагогический колледж, но не может найти работу даже в родной школе. Я принесла все документы, но вместо меня взяли на работу другую. Это несправедливо. Почему среди Люли нет учителей? Когда поступала в колледж, я мечтала о другом будущем, где я не буду попрошайничать на улице. Журналисты пришли. В скромной Мазаньке Мадина живет с мужем и его братом. Спят и едят на полу, благо есть крыша над головой и теплая постель. Вот что значит с любимым Раи в шалаше. Вышла замуж в 17 лет по любви. У мужа нет родителей, он тоже из бедной семьи. Мадина верит, что с мужем она не прогадала. Он работяга. Другим мужчинам Люли отведена роль воспитателя. И многие верны древним традициям. Самаркандский путь, да? На ужин самаркандский плов на костре. Поварят гости из соседнего Узбекистана. Там проживает самая большая численность Люли в Центральной Азии. Люли в Самарканде мало чем отличаются от своих соседей в Кыргызстане. Те же нравы, вера и язык. Смотрю, тут в поселке одни мужчины. Значит, женщины сейчас на работе? Да, в основном работают на рынке и на полях. Значит, мужчины не работают? Работают в основном грузчиками и разнорабочими на строительстве. Работа на рынке, кроме сбора подаяний, собирание пластика. Весь цветной металл отсюда давно вывезли. А скажите, сколько стоит килограмм этого пластика? За килограмм дают две тысячи сумм. В день собираем по два-три таких мешка. Точных данных о количестве Люли в Узбекистане нет. На это есть несколько причин. Кочевой образ жизни, отсутствие документов и национального самосознания. Многие называют себя таджиками или узбеками. Крупные поселения Люли в Узбекистане расположены вблизи Самарканде, Ташкенте и Бухары. У бухарских мужчин Люли популярное хобби – разведение пернатых. Держат голубей, перепелок и боевых петухов. А ну-ка, разбежались! Я держу голубей, потому что это красиво. Иногда я зарабатываю на них. В висящих клетках поют перепелки. Бобыр или просто Боря отлавливает их для продажи. Мы их продаем. Они ведь очень красиво поют. И людям это нравится. Вот здесь в корзинах находятся перепелки. А где вы их ловите? Делаем специальные ловушки, ловим на поле. А вы их кушаете? Да, конечно. Яйца и мясо. Мясо перепелки очень вкусное и полезное. Лучшее лекарство для почек. Вот сегодня у нас на ужин как раз плов из перепелок. Люли в узбекской Бухаре зажиточнее и ведут оседлую жизнь. Почти в каждой семье небольшое хозяйство. В месяц я зарабатываю 500 тысяч суммов. Это чуть больше 50 долларов. И муж столько же зарабатывает. В поселке повсюду горы пластмассы. Это важная часть местного бюджета. Каждое лето жители селения целым табором уходят кочевать по окрестным селениям в поисках того, что можно выгодно продать. Абдурашид готовится в дорогу. Низкий уровень дохода не мешает местным мужчинам брать по несколько жен. У Абдурашида их две. Одна ночь. Ага. Здесь Абдурашида там. Ага. Каждый день на доминации. Одну ер, календарь. Сколько у вас детей? Три, четыре. Четыре детей? Два девочки, две мальчики. Два девочки, две мальчики. А двух жен? Одну ему девочки. Ему два мальчика, один девочки. По местным обычаям бывает и так, что женщина берет себе мужа. Называется кючкуйё – принятие зятя в дом. Надыр женился по старым обычаям. Вот моя жена. Вот, вот, вот она моя жена. А вы по любви вышли замуж? Ну, конечно, по любви. А сколько было вам лет, когда вы вышли замуж? Мне было 20 лет. Считай, поздно. У нас бывает, что выходят замуж в 15-16 лет. Ранее браки – привычное дело. Возраст, когда можно выдавать невесту, наступает с 14 лет. Такие браки не регистрируются. Но главное – не штамп в паспорте, а традиции. Раньше, конечно, выходили замуж до 18 лет. Сейчас с этим пытаемся бороться. Например, я, как староста, не благословляю такие браки. И в нашей махале с этим строго. По традициям такие браки закрепляют старейшины рода. Ведь у Люлии строгая семейная иерархия. Бахадыр нарушает все традиции. Он работает и осуждает многоженство. Я не хочу. Почему? Не надо лишнее. Лишнее? Лишнее. Лишнее жены? Лишнее жены. Меня не надо. Я его единственная жена. У отца мужа было трое жен. Одежда современных женщин Люли отличается от узбекской или даджикской изобилием ярких цветов. По праздникам или памятным событиям раскрашивает руки индийской хно. Это старая традиция. Нам нравится, когда руки красные. Это ведь красиво. Такая краска держится примерно месяц. Хоть и былые традиции еще сохранены, современные Люли имеют мало общего с их предками из далекой Индии. Об этом мало кто знает, но Люли тоже делятся по родам. Например, мы – Лури, поэтому стали называть Люли. Слово «Лури» или «Люли» историки связывает с названием города на севере Индии. В персидских летописях упоминается, что в V веке персидскому правителю-гуру из Индии в подарок были посланы тысячи артистов и музыкантов Лури. И в персидском языке это слово до сих пор означает «певцов и танцоров». Но на жизнь выступлениями азиатские люли уже давно не зарабатывают. Мухаммеджон из узбекского города Кокант. Последние 20 лет колесит по странам, предлагая услуги сапожникам. Останавливается исключительно в селениях Люли. Нахожу место для жителей своих, стараюсь прописаться на время, на два-три месяца. Вообще второй год я здесь работаю. Прошлый год работал, в этот сезон прошел зимой. Прошу сам отдыхать. Услышав, что в селении чужаки, да еще и с камерами, на центральную площадь стали стягиваться люди. Каждый рассказывал о насущных проблемах – отсутствии поливной воды, инфраструктуры. Мы нужны только на выборах. Нужны наши голоса. Но потом о нас забывают. У нас нет ни спортзала, ни детсада. Есть только маленькая школа и акушерский пункт. Власти их игнорируют, а люди недолюбливают. Так и живут Люли в своем замкнутом пространстве. И пока есть металл в этих краях, табор не останется без хлеба. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok